Конкур – одно из самых зрелищных состязаний в конном спорте. Здесь, на манеже спортивной школы номер 11, соревнуются все – от любителей до профессионалов. Всего около 70 человек из Ивановской, Владимирской и Нижегородской областей. Сегодня второй день турнира. Кубок города, как и полагается, достанется самым быстрым и смелым. Пару лошадь-спортсмен, судя, оценивают строго. Всаднику важно продемонстрировать скоростные качества и навыки лошади. На поле препятствия, которые она должна преодолеть за неповиновение или разрушение систем с препятствиями, пара получает 4 штрафных очка. В конкуре садники должны быть эмоционально настроены, не нервничать, не переживать, потому что любое переживание лошадь это чувствует. Естественно, могут быть у них неудачи на соревнованиях. Также должен быть смелый, потому что не каждый захочет прыгать в препятствии, потому что могут быть разные причины случиться во время соревнований. Садник может упасть, может вместе с лошадью упасть. По правилам каждый спортсмен должен выступать на своей лошади. Сергей Турупов занимается конным спортом уже более 20 лет. На соревнования привез участников-любителей, но пока на поле их не пустил. Лошадь должна привыкнуть к новой площадке, освоиться. Правда, манеж гостей пока кажется тесноватым. Может быть, из-за того, что у нас нет крытого манежа, мы тренируемся на улице. Вот это какое-то закрытое пространство, другое освещение, ну какие-то есть из-за этого сложности. Наталья Маляева занимается конным спортом около шести лет. Сегодня выступила уже на нескольких скакунах. Со всеми отношения хорошие, но дружбы все равно не получается. Лошадь нельзя доверять. Она в любой момент. Ну, она, конечно, выручит, но может и обмануть. А обманывают они тоже не от хорошей жизни. На 250 учеников спортшколы приходится около 25 лошадей. По словам тренера, животные стоят слишком дорого. И на городские дотации позволить себе такую покупку школа не в состоянии. Лошади устают, но приходится работать. Лучше побольше лошадей, тогда было бы проще, и результатов было бы намного-намного больше. Поднять хотелось бы уровень подготовки ребят, которые приходят на занятия. Все-таки на коня способен сесть не каждый. Проблема в том, что дети слабые приходят. И, ну, физически слабые. Потому что сейчас все за компьютерами, а они спортом занимаются. Несмотря на проблемы, соревнования по конному спорту в Иванове проходят регулярно. Наши спортсмены достаточно часто и небезуспешно выступают на выездных турнирах. Да и просто любители редко, когда бросают тренировки. Хватило бы только этих грациозных красавиц на всех. Нина Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.